Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале экзегет мы вместе с вами читаем и объясняем, рассматриваем смыслы Евангелия от Марка. Сегодня у нас третья глава. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Вот, братья и сестры, солнце не может не греть, и поэтому Спаситель, он просто не может не исцелять. Где он встречал людей, имеющих какую-то нужду, вот этот недостаток, какой-то скорбь, Спаситель тут же исцелял и помогал такому человеку? Ну, почему? Да потому что солнце не может не светить и не греть. А прежде всего, где Спаситель пытается появляться? Там, где собирались иудеи, ведь они же все-таки были богоизбранным народом, они получили божественные писания, да, и пророки их учили, и были очевидные такие проявления божественного водительства в судьбах этого народа, поэтому в синагоги, где собирались все, он и приходил. А там вот человек, имевший и сохшую руку, причем, если соотносить с другими Евангелиями, то вот как толкователи объясняют, это по-греческим подлинникам, получается, что он, ну, как бы травму получил какую-то, не изначально у него была рука сухая, и у евангелиста Луки, по-моему, дополнение, что это была правая рука, то есть человек потерял трудоспособность, он не мог трудиться и для человека того времени, но это просто беда, потому что таких социальных поддержек, как у нас тогда, не было. При этом тут же вот эти фарисеи или обвинители, которые все время искосы смотрели на Господа, и они наблюдают за ним, не исцелит ли этого человека в субботу, чтобы обвинить его. Почему так? Потому что у иудеев было чрезмерное законничество, и оно доходило до абсурда, вот даже это в нашей литературе отражается русско-художественный, допустим, вспоминаю, как у Алексея Свирского, у него повесть «Рыжик» про мальчика Сашу, он рыжий был такой, поэтому звали Рыжиком, когда он бродяжничал, в общем, он пришел в поселение вот этих иудеев, и там как подрабатывали? Тем, что сами иудеи, они в субботу ничего не делали. Но и тогда вот такие вот, как вот этот мальчик Санька, приходили, и те им говорили, что вот сделай то и то, там перенеси эти кувшины туда, там это вот поставь на стол. То есть сами иудеи не выполняли этой работы, и получалось так, что как бы они исполняли заповедь, что суббота день покоя, ничего не надо делать. А другой-то делал, выполнял эту работу, то есть какой смысл нанимать и других, если ты сам можешь это выполнить. Но вот хотим мы или нет, сложилась такая у них традиция. И считалось так, что исцелять в субботу – это тоже выполнить какую-то работу. Он же, то есть Спаситель, говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стай на средину». То есть Спаситель вот видит, и Спаситель сострадает ему, хочет помочь и говорить «Стай на средину», то есть чтобы все тебя вот увидели. А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. Что значит эти слова? А это значит, что если мы кому-то не помогаем, то это зло. Вот должно ли в субботу добро делать? В данном случае помочь этому человеку – это добро. А если ты ему не помогаешь, это уже зло. Вот, братья и сестры, если мы видим, что какой-то человек в очень такой сильной скорби, и мы не проявляем сострадания, мы ничем не пытаемся помочь ему, это уже зло. Это уже проявление зла, когда мы не хотим помочь. И вот они молчали. «И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его, здорова, как другая». Вот тут евангелист касается даже внутренних чувств спасителя. Сказано, «возрев на них с гневом». То есть, да, бывает гнев, но гнев праведный. Гнев праведный, который на грех, на всякое проявление зла, вообще у святых отцов, гнев – это сила гнева, тюмос по-гречески. Это, как сказать, как внутренняя энергия наша, внутренний нерв, который придает нашей деятельности силу, активность внутреннюю. И вот это мы должны, вот эту энергию проявлять в добром и отрицать все греховное. И вот это вот спаситель в данном случае, конечно же, негодует на их закостенелость, вот этих фарисеев и прочие, кто там были. Но при этом сказано не просто с гневом, а скорбя об ожесточении сердец их. То есть, спаситель их не ненавидел, а он скорбел об ожесточении их сердец. И дальше происходит исцеление. Но какая удивительная вещь. На самом деле, спаситель-то ведь, он всего лишь сказал ему, «Протяни руку твою». Вот он протянул, и рука стала здорова, как и другая. То есть, спаситель его исцелил, но внешне спаситель не выполнял никакой работы. Он же там никак не реанимировал, не делал никаких внешних действий с этим человеком, даже не прикасался к его парализованной руке, а уже исцелил его. Поэтому по существу спаситель не нарушил заповеди о субботе, потому что внешне не выполнял никакого труда, а вот своей божественной силы он его исцелил. И такое чудо, как ни странно, к сожалению, вызывает лишь большее негодование. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с Иродианами совещание против него, как бы погубить его. Подлинная причина этого была зависть. Фарисеи не обладали такой божественной силой, властью. Но причина в чем? В том, что далеки они были от Бога, к сожалению. А тут с ними сам Сын Божий, и вот ему они завидуют, противятся. И тогда спаситель, вот здесь происходит такой, своего рода такой перелом тоже в деятельности, в евангельской проповеди спасителя, он из синагог свою деятельность переносит на открытые пространства, свою проповедь. Вообще в Евангелиях записано семь случаев исцеления в синагогах, а потом спаситель уже в основном проповедует и действует вне синагог. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа, из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из Иордана, то есть самых разных мест. Спаситель всех принимает. Не только центр иудейского государства Иерусалим, но и Галилея, где жители более простые, кстати, оттуда в основном ученики его. Но также из Идумеи, это прилегающая территория с южной стороны, в общем-то оттуда был Ирод Великий, но сами Идумеи, они не были представителями богоизбранного народа. Также из Иордана. Еще сказано, и живущие в окрестностях Тира и Сидона, а это уже, извините, это уже язычники, то есть те, кто вообще вне богоизбранного народа, и казалось, что они отвержены. Но и они, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. «И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его, и духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты сын Божий!» «Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным». Вот мы видим, что спаситель здесь и жители Тира и Сидона, то есть вот этих язычников, исцеляет, и представителей богоизбранного народа. И так людей было много. Ну, конечно, прежде всего ради исцеления шли люди. Всегда вот эта вот насущная нужда, она заслоняет за собой все, поэтому люди хотят прежде всего получить свободу от этих жизненных скорбей, но Господь проявляет им эту милость, и так как слишком много было людей, то он вынужден был отступить, так сказать, перейти в лодку и отплыть, потому что так было много, что со всех сторон теснили, а вот когда на лодке отплывает он, то все как бы равномерно уже на берегу стоят, и никто не может слишком теснить и сбить с ног Спасителя, и оттуда он может обращаться спокойно с каким-то словом. И духи нечистые, мы видим, они падают, но на самом деле, то есть они падали посредством вот этих людей, в которых они вошли, и уже тогда кричали «Ты Сын Божий», потому что падшие духи не выносили благодати Божией, исходившей от Сына Божия, а он им запрещает говорить о нем, потому что проповедь из нечистых уст не приемлется Господом. И если они будут проповедовать, то дальше к истине вот эти вот падшие духи непременно примешают какую-то ложь. Читаем дальше. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать». Вот, братья и сестры, здесь Марк говорит о избрании двенадцати апостолов. Это совершилось не сразу, и при этом сказано, кого сам хотел. Речь идет о чем? О том, что есть какой-то вот особый Божий промысел, потому что только Господь видит сердца человеческие, и Он видит, кто на что способен, кто к какому служению более пригоден. И вот приходили-то многие ученики за Ним, многие Его слушали, исповедовали веру в Него, но в качестве ближайших учеников Он сам кого-то избирает по своему воззрению, по своему промыслу, и поставляет среди них двенадцать. Сказано, «И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов». Вот здесь, братья и сестры, мы видим такие три цели, три направления деятельности, что ли, апостолов. Для чего они избираются? Прежде всего, чтобы с ним были, то есть это непосредственные преемники Христовы, апостолы. Это те, кто с ним находится и воспринимает дух Христов. Вот понимаете, это очень важно. Такая живая традиция, также, когда где-то появляется вот святой, чтобы обязательно были у него ученики, как преемники вот этой традиции старчества, традиции этого святого отца. они, в частности, апостолы, непосредственно живут с Господом, и поэтому именно они затем пишут божественные писания, составившие Новый Завет, либо ученики их, их сподвижники. Вторая цель. Значит, первая, чтобы с ним были, с самим Христом восприняли в дух. Вторая цель. Чтобы посылать их на проповедь. Как привести людей к вере, если никто не будет проповедовать веру? А кто же будет проповедовать? А именно вот эти преемники веры Христовой, то есть сами апостолы. И поэтому у нас именно апостольское преемство. Каждый священнослужитель православной церкви, он преемник по благодати самих апостолов, а они благодать восприняли от Христа. И третья цель. Вот заметьте, что она не первая и даже не вторая, а только третья. Чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Вот нам бы хотелось, чтобы это на первом месте. Являть вот эту удивительную власть, там повелевать духами, исцелять всякие недуги, да, тут же всех здоровыми сделать. Вот нет, это лишь третья степенная цель. Далеко не самая главная, потому что зачастую душа спасается посредством скорбей и болезней. Но и это тоже дается церкви. Власть исцелять от болезней и изгонять бесов. И вся история наполнена этому, что христиане начинают побеждать падших духов. Не обязательно надо думать, что одержимость — это вот такие страшные формы беснования, когда кто-то падает, скрежещет, там, зубами пену испускает. А падшие духи, они во власти своих людей, прежде всего, как содержат? Вот человека какой-то страстью одержим, греховной, вот не может расстаться с нею. Порабощенная эта страсть. Вот это и есть одержимость падшими бесами. И церкви дана власть освобождать от этого. Но для этого ты сам должен тоже стать учеником Христовым. И будучи учеником Христовым, воспримешь и дух Христов, и свободу от бесов. Дальше упоминаются сами имена. Поставил Симона, нарекшее ему имя Петр. Симон, то есть то имя, которое дано было в рождении, когда родился сам апостол Петр, он Симон. А Петр, потому что, это с греческого, значит, камень, скала. То есть настолько он будет прочен в дальнейшем своем исповедании, не сразу, конечно, но когда воспримет в день Пятидесятниц Святой Дух. Петр. Иакова Зеведеева, и Иоанна, братова Иакова, нарекшие им имена Ванергес, то есть сыны Громовы. Вот тоже эти два апостола, которые одни из первых последовали за Христом, сыны Громовы, в том смысле, что, вот как знаете, когда молния блеснет, и гром разносится тут же по всей стране, он оглашает, да, громогласно. Вот также и проповедь апостолов Иакова и Иоанна, она была громогласной по своей духовной силе. И эта проповедь, она привлекла тысячи людей, и сотни тысяч, и миллионы, по большому счету. Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона Канонита, и Иуду Искариотского, который и предал его. То есть, да, он упоминается, упоминается последним, но не вычеркивается. Да, он был, это такие реалии, поэтому не надо смущаться, когда мы встречаем, ну, вроде бы, каких-то вот недостойных служителей церкви. Это ведь духовная брань, и враг наш, сатана, он будет кого-то выбивать из строя, потому что идет война, и на войне кто-то падает пораженный врагом. И это вот реалии, среди двенадцати апостолов упоминается тот, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так, что им невозможно было и хлеба есть. Вот настолько это у них была деятельность, занята постоянно общением с людьми, проповедью, постоянно кого-то спаситель исцелял, и некогда было есть. И из этого делали некоторые вот свои неправильные выводы, в частности, читаем, и услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. В Евангелии не говорит нам, что он вышел из себя, но говорит, что они так утверждали, и поэтому хотели взять его, якобы, спаситель, ну, как бы, от некого переутомления в постоянном соприкосновении с народом, что он вышел из себя, и тут же распространялись такие слухи. Вот мы знаем, и на протяжении церковной истории постоянно какие-то сплетались кем-то слухи о Церкви Христовой, что там и людоедство, и какие-то блудодеяния и так далее, из-за того, что сами эти люди не были среди учеников Христовых. То есть, так говорили не апостолы, а так говорили те вот ближние, имеют сведущие неуверовавшего Христа его родственники по линии Иосифа Обручника. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вельзевула и что изгоняет бесов силы бесовского князя. Вот по зависти они видели, что очевидно, что спаситель изгонял бесов, а раз они его не принимают, то надо было найти какое-то плохое объяснение этому. А какое еще? Ну, что вот он изгоняет силу вельзевула. Как же на это реагирует спаситель? И призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Ну, смысл тут такой, что вот дьявол, он заинтересован только в том, чтобы вредить. И вредить, конечно же, силам света. Вредить божьим служителям. И он не собирается сам себя изгонять, дьявол. Он, как, знаете, паразитирует какие-то бактерии. Конечно, бывает так, что и бактерии друг друга пожирают. И, в общем-то, и бесы, у них нет никакого единства друг с другом. А у них бывает только временное совпадение целей. Вот их цель нас уничтожать и нам вредить. И поэтому, но сам себя изгонять он не собирается, иначе как дьявол будет увлекать людей во ад? И вот еще произносит притчу такую спаситель, «Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно, говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух». То есть вот люди видели наглядно, что Спаситель изгоняет падших духов, что он наглядно исцеляет, и через него проявляется действие Духа Святого, и они только по зависти противились этому, и приписывали действие Святого Духа демонической силе, они это делали и зависти. В сердце была какая-то нечистота, и вот такое внутреннее их богопротивление становилось хулой на Духа Святого. Ну, конечно, святые отцы, вот Святой Афанасий Великий, они поясняют, что вот когда человек очевидно противится Святому Духу, да, он не может быть прощен, но если он в этом кается, если он выходит из этого состояния богопротивления, то и этот грех ему может отпуститься. Мы упомянули ближних спасителей, которые еще не имели достаточно веры, и поэтому по-своему понимали проповедь Христа и пытались немножко отвлечь его от общения с людьми, пытались взять его, да, и объясняли это тем, что он вышел из себя, да, и вот тут мы видим дальше некое продолжение этой темы, «И пришли матерь и братья его, и стоя вне дома послали к нему звать его, около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Поясним сразу, что под братьями и сестрами здесь подразумеваются именно дети Иосифа Обручника, потому что вот Евангелие, оно достаточно четко нам говорит, что Спаситель рождается от Духа Святого, и Иосиф как сказано, что прежде даже не снитесь им, то есть прежде даже им не общаться друг с другом, они не имели супружеского общения, и вот он, Иосиф уже обнаруживает, что в очреве Девы Марии есть от Духа Святаго, но в то же время это скрывалось тайно, и Матерь Божия она называла Иосифа отцом. Вот когда в Евангелии Тану мы читаем, что двенадцатилетний отрок Иисус, он остался в храме, его не могли найти три дня, то потом Пресвятая Богородица говорит, вот я и отец твой три дня искали тебя, то есть она говорит, как бы это для внешних людей, называя Иосифа Обручника отцом условно. Вот так же и братья и сестры они были условно братьями и сестрами, потому что они были дети Иосифа Обручника. И получалось так, что в общем-то может быть их желание было вполне добрым, они хотели просто повидаться со Спасителем, но в данном случае Спаситель, вот когда собрались к нему и даже его матерь и братья и сестры, он ведь всецело посвящен был уже евангельскому служению, то есть служению благовестия, от чего нельзя было отрываться, и отвечал им, кто матерь моя и братья мои, и обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матери, то есть в данном случае Спаситель показывает, что он уже посвящен благовестию, и поэтому телесное родство немножко отступает вот на вторую степень, и нельзя ему отвлекаться от этого служения только ради общения с родными и близкими ему людьми. На этом мы заканчиваем рассмотрение третьей главы Евангелия от Марка, чтобы в следующий раз рассмотреть новую главу. Спасибо Господь, до скорой встречи!